Проводят порой по несколько лет в ожидании своего жилья участники долевого строительства в Иркутской области. Впрочем, проблема обманутых людей актуальна не только для нашего региона, но и для всей страны. Однако с 1 июля ситуация должна полностью измениться. Как выглядят новые правила долевого строительства и почему плюсов в них ничуть не больше, чем минусов, узнаете из следующего материала. Дом стоит, свет не горит и вряд ли загорится в ближайшее время. Этот жилой комплекс на улице Радищева в Иркутске должны были сдать в декабре 2016 на дворе 2019. Компания-застройщик за это время стала банкротом, а сам дом попал в рестор проблемных объектов долевого строительства. Для подобных зданий это большая удача, значит решением проблемы будет заниматься прокуратура и региональные власти. Эта практика применяется по всей стране и зачастую является единственным способом достроить дома. Только в Иркутской области в числе обманутых дольщиков более 600 человек, в России порядка 40 тысяч. Мы обращаемся к органам прокуратуры, чтобы они проследили всю историю вот этих вот проблемных объектов. И почему и на каком основании вносились изменения в ПЗЗ, на каком основании соответственно выдавалось разрешение на строительство. Потому что мое глубокое убеждение, что у самой проблемы есть две стороны. Помимо недобросовестных застройщиков, ну они фактически являются мошенниками в большинстве случаев, есть еще и попустительство местной власти. Дабы ликвидировать этот порочный круг, с 1 июля в России становится обязательной так называемая практика escrow счетов. Если в двух словах, отныне дольщики отдают деньги за будущие квартиры не застройщику, а банку. Там вся сумма замораживается, а объект возводится либо за собственные деньги компании, либо за взятый ею кредит. После сдачи дома счет размораживается и покрывает понесенные при работе расходы. Кажется, схема максимально прозрачная. Вот только далеко не все финансовые и строительные компании смогут соблюсти выдвинутые критерии. Критерии жесткие для банков, что они должны соответствовать уже и в договорах. Это все должно быть прописано и в проектной документации отражено, что будет с использованием счета escrow перечисления. Но участнику долевого строительства так удобнее, а застройщику, как я понимаю, не совсем удобно. Теперь нужно привлекать собственные средства и заемные, кредитование, проценты. И это вызовет, конечно же, определенные сложности для застройщиков при строительстве. Как пример, даже чтобы открыть escrow счет, застройщик должен иметь за плечами 5000 квадратных метров уже введенного в эксплуатацию жилья. Это примерно две девятиэтажки. Новым компаниям такие достижения взять неоткуда. Проектное кредитование, в свою очередь, будет нагружать застройщика процентной ставкой, которая на данный момент даже четко не зафиксирована. В итоге все это может привести к тому, что на рынке останутся лишь очень крупные фирмы, а цены на жилье неизбежно вырастут. Процедура же понятна. Кто-то обходился, да и мы тоже, без банковского финансирования. Мы вот эту ставку убирали, опять же, не знаю, какая это ставка. 9%, 14% или 20% в конечном итоге. За счет средств дольщиков. Сегодня эти средства уходят в банк, соответственно, мы берем, деньги для нас становятся дороже. Вот давайте считать, допустим, даже 10%. 10% в год, цикл строительства 2 года. 20% по общему итогу увеличение стоимости просто за счет того, что мы, значит, берем деньги. Но стоит сказать, правила изменятся не сразу. Положенный переходный период будет учтен. И, например, ряд застройщиков смогут довести свои текущие проекты по старой схеме. Затем начнется новая эпоха. И приведут ли благие намерения защитить дольщиков к позитивным результатам, пока сказать однозначно нельзя. Павел Желудев, Владимир Пинаев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.